Здравствуйте! Мы с вами в студии программы подробностей. Сегодня у нас в гостях директор Центра занятости населения Рязанской области Дмитрий Владимирович Пчелинцев. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Итак, расскажите нам все-таки о том, как же на сегодняшний день обстоит дело с безработицей в Рязанской области. Хотелось бы начать с того, что на сегодняшний день в службе занятости происходит реорганизация. Путем слияния 24 центров занятости создается один. Основные задачи и функции, которые остаются все теми же, которые были поставлены перед службой занятости. Но мы такими действиями хотим улучшить как обслуживание клиентов, так и оказание самих услуг. Что касается ситуации по безработице, то Рязанская область находится на хорошем счету. Мы занимаем четвертое и шестое место по основным показателям в ЦФО. На 1 мая количество безработных, зарегистрированных в службе занятости населения на территории Рязанской области составляет около 5 тысяч граждан. Уровень регистрируемой безработицы 0,9 процента и коэффициент напряженности у нас 0,5. Это довольно-таки хорошие показатели, особенно если будем рассматривать ситуацию 2008-2009, так называемых кризисных годов. Достаточно большая работа проведена службой занятости населения, чтобы повысить закрепляемость граждан, их трудоустройство, ну и оказывать социальную поддержку гражданам, которые на данный момент находятся без работы. Все-таки люди к вам обращаются. Можно выделить, какая категория граждан чаще всего нуждается в работе? Да, конечно. Основная категория граждан, которые к нам обращаются, это граждане от 30 до 45 лет, то есть уже имеющие опыт, образование, какие-то свои трудовые квалификационные навыки, но решившие или сменить работу по каким-то причинам, или пойти дальше уже по своей карьерной лестнице в других организациях. Но стоит отметить, что и молодежь, выпускники СУЗов, ВУЗов к нам обращаются за оказанием услуг, то есть те граждане, у которых нет ни опыта работы, ни навыков. Мы их всех пытаемся по мере возможности трудоустраивать к работодателю, а также к нам обращаются граждане и предпенсионного и пенсионного возраста, решившие или сменить работу на более щадящий режим, ну или в силу каких-то других иных обстоятельств, своих жизненных или каких-то связанных с трудовой деятельностью. Не секрет, что сейчас довольно-таки много идет высвобождения граждан в организациях. Они приходят к нам, и мы их трудоустраиваем. А вот еще такой вопрос. Ребята, чаще всего после университетов, институтов, вот главная сложность в отсутствии опыта работы. На сегодняшний день вообще существуют работодатели, которые берут вот таких только что выпустившихся мальчишек, девчонок? Да, мы очень плотно работаем с такими работодателями. Я могу сказать, что основные предприятия, которые подают к нам вакансии, это заводы, наш приборный завод, радиозавод, группа компаний «Барс», автоколонна 13-10, больница 11-я наша. То есть как раз эти работодатели заинтересованы к тому, чтобы к ним приходили молодые специалисты с современными знаниями техники, рабочего места. То есть есть. И мы проводим как раз непосредственно ту работу, чтобы трудоустроить выпускников. различные помощи оказываем, особенно для тех выпускников, которые хотят устроиться в сельской местности. Ряд целых программ, направленных на закрепление их на рабочих местах. Да, молодежь сталкивается с ситуацией, что они остаются один на один на рынке труда. Поэтому мы всех просим, приходите к нам. Да, не будет зарплаты уровня топовых, зарплаты, которых мы все хотим получать. Но найти работу по своей специальности, по своим возможностям мы всегда поможем. Молодежь вообще на сегодняшний день старается получить какие-то такие более престижные профессии. Насколько эти престижные профессии востребованы? И вообще какие профессии на сегодняшний день востребованы на рынке труда? На рынке труда? Да, ряд профессий. В основном это, конечно, профессии на сегодняшний день, Рабочие профессии востребованы. Я могу сказать, что уровень зарплаты по рабочим профессиям намного ниже, чем уровень зарплаты офис-менеджера. Сварщики востребованы, инженера, бухгалтеры востребованы на рынке труда. Достаточно большой банк вакансий имеется в службе занятости по мной обозначенным специальностям. Причем очень много требуется специалистов со средним уровнем образования. И работодатели уже сами, получая молодого специалиста с базовым набором, проводят его повышение квалификации и повышение его уровня образования в зависимости от того, какой вклад этот специалист будет вносить в работу предприятия. Наверное, на сегодняшний день все-таки сложнее всего найти работу людям пенсионного возраста. Ну, потому что они уже официально вышли на пенсию, но все-таки хочется им где-то быть нужными, полезными. Вот насколько вероятно трудоустройство именно этих граждан? И на какие профессии? Хороший вопрос. Начну с того, что с того года на территории Российской Федерации действует закон о запрете дискриминации по какому виду, ограничений полу, возрасту, вероисповеданию и так далее. То есть все имеющиеся в базе данных вакансий службы занятости, они же могут быть предложены и данной категории граждан. Да, вопрос очень хороший, но здесь еще в том, что сами пенсионеры, так скажем, граждане пожилого возраста, они уже хотят гибкий режим работы, график работы, какие-то к себе индивидуальные преференции. Это, конечно, накладывает отпечаток, но я могу сказать, что даже для этой категории граждан в банке вакансий службы занятости населения около 4 тысяч вакансий, которые мы готовы уже на сегодняшний день предложить данной категории. Что бы хотелось бы отметить, что в службе занятости в каждом центре все специалисты, любому обратившемуся пенсионеру окажут полный ряд услуг в подборе необходимой профессии. Также и там присутствуют электронные киоски, где сам пенсионер может просмотреть, какие вакансии предлагаются, какими предприятиями, каковы уровни зарплаты, не только на территории Рязанской области, но и по всей России. Ну и самое главное, проводимые ярмарки, особенно для категории пенсионеров, это возможность не только прийти и проработать с одним работодателем, а пообщаться индивидуально с каждым работодателем, который присутствует на ярмарке, узнать, какие требования, узнать, как можно прийти. То есть я приглашаю всех граждан, которые в своем пенсионном возрасте хотят продолжить свою трудовую деятельность, а это работники, имеющие определенный уже статус, квалификацию, довольно высокие квалификации, знающие, что такое труд. Вот, приходите и обращайтесь на наши ярмарки к работодателям в Центр занятости для получения данной услуги. Давайте, может быть, скажем, где находится Центр занятости, и если человек намеревается устроиться на работу, какие документы ему с собой нужно взять? В городе Рязани Центр занятости находится на улице Льва Толстого, дом 10. Режим работы с 8.30 до 17.30 без обеда с понедельника по пятницу. Документы – это паспорт, трудовая книжка и документы, подтверждающие его квалификационный уровень. Я думаю, что из нашей беседы можно сделать один вывод, что работу найти можно, было бы желание. Да, конечно. Спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли. Я напоминаю, вы смотрели информационную программу подробностей. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова